Ежегодно во всем мире 5 октября отмечают День Учителя. В Северском районе много талантливых, выдающихся педагогов за свой труд, награжденных престижными званиями и наградами. В Ильской школе номер 14 уже 23 года детям преподает информатику Инна Куркина. С детства она проявляла хорошие математические способности. Окончив школу, поступила в Кубанский госуниверситет. Инна Павловна вышла замуж и стала жить в поселке Ильском. В это же время стала учителем 14-й школы. Инна Куркина удостойна большого количества наград. В феврале 2020 года стала призером всероссийского конкурса «Мой лучший урок», финал которого прошел в столице нашей страны. Совсем недавно Инна Павловна стала победителем в номинации «Лучший учитель» президентского национального проекта образования. В 2017 году мой ученик, и вдвойне приятно, что это был мой сын, получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет ИТМО, который находится на девятом месте в рейтинге лучших вузов России. Конечно, было очень приятно. Все мои ученики поступают на бюджетное отделение вузов, что тоже очень приятно. По ее мнению, учитель должен обладать такими качествами, как любовь к детям, понимание и доброта. В школе номер 49 Смоленского сельского поселения тоже есть выдающиеся учителя. Ярким примером этому служит Галина Голубович. Всю свою жизнь она посвятила школе. Ее педагогический стаж – 34 года. Галина Ивановна и сама является выпускницей этого учебного заведения. Больше всего Галина Голубович любит заниматься с детьми проектной деятельностью. Под ее чутким руководством ученики выигрывают Олимпиады, занимают призовые места на всероссийских конкурсах, посещают форумы и слеты. Ребята активно участвуют в конкурсах, но примером для детей должна являться я. Поэтому я также участвую в профессиональных конкурсах, где неоднократно являлась призером на региональном уровне и даже на всероссийском. Я принимаю участие в конкурсе лучших учителей. В этом году я являюсь победителем ПМПО на денежное поощрение, где представляла опыт работы, свои методические разработки, печатные разработки, представляла свою методическую работу. Наверное, этот год мой год, потому что попутно с победой на конкурсе, мне еще и присвоено звание заслуженного учителя Кубани. Галина Голубович благодарна своим коллегам, ученикам и их родителям. Без них она бы не добилась таких наград. Учитель – это не просто педагог. Каждый день он находит подход к детям, помогает им стать личностями, дает не только знания, но и открывает им дорогу во взрослую жизнь.